Вы рассказываете о многих сферах деятельности. Многое узнал из ваших выпусков. Потратил кучу времени, ни в чём не раскаиваясь. Есть ли сегодня достойные современные писатели и музыканты, чьё творчество действительно заслуживает внимания? Если талантливые музыканты попадаются, то с поэтами и писателями всё туго. Творчество Дарьи Донской не перевариваю. Писатели и музыканты. Тут вопрос сложный. Писатель, ну человек, наверное, всё-таки в массе не самый глупый, но один написал книжку, например, в 25 лет, другой в 30, третий в 40, четвёртый в 50. И когда тебе 15 лет, то для тебя там сплошные откровения. А потом внезапно тебе становится лет столько же, сколько автору, и как-то ты вот не согласен с рядом тезисов. Потом ты становишься старше, чем писатель, и вдруг осознаёшь, что там вообще полная чушь написана. Это только с возрастом понять можно. В определённом возрасте надо читать определённую литературу. Ну, то есть, с моей точки зрения, в 9-10 классе не следует читать там поднятую целину, тихий дон, ибо дети в этом ничего понять не могут. Ну, так, в ознакомительных целях, наверное, нормально. Но, в целом, подобные произведения надо читать несколько позже. Есть гигантский плац, например, советской литературы. Это, так сказать, на века написано. Почитай, например, Александра Бека «Волоколамское шоссе». Замечательная книга. Или, не знаю, масса книг. Про музыкантов вообще ничего сказать не могу. Дарью Донцову – Донскую. Читать вообще не обязательно. Не надо ориентироваться на вкусы идиотов.